МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На шестом международном католическом фестивале христианских документальных фильмов и телепрограмм «Магнификат-2010», который на днях проходил в Белоруссии, снят с показа документально-публицистический фильм сопредседателя партии «Белорусская христианская демократия» Алексея Шейна «Христос запрещенный». Ленту планировалось показать в Глубокском районном доме культуры, Витебская область. Однако, когда автор фильма приехал для участия в презентации своей работы, в руководстве фестиваля ему сообщили, что лента не может быть показана, поскольку получила отрицательную оценку по итогам экспертизы в аппарате, уполномоченного по делам религий и национальностей. Примера 52-минутной ленты о противостоянии советской системы и евангельских верующих в Белорусской ССР состоялась в Минске 26 января. В фильм вошли свидетельства христиан, переживших советские концлагеря и тюрьмы, уникальная антихристианская кинохроника времен БССР и интервью с белорусскими историками. Лента повествует о людях, которые выбирали между жизнью и смертью. Мы в студии с нашими гостями. Пастор Владимир Ткачук, город Краматорск, юрист и человек, который сегодня помогает нам сориентироваться в наших событиях. И, наверное, Владимиру первое слово, вот комментарии к этому. Ну, я как бы полагаю, что сейчас очень много людей, которые влияют, судя по всему, в белорусском отделе по религии, вопрос о религии. Просто остались как бы те люди, которые 20 лет назад, они гнали наших отцов, они за хулиганство сажали на 3-4 года, за каждую проповедь штрафовали на 50 гривен. И шли наши отцы, чьими мы детями, отцы веры наши, шли на служение, у каждого было по 50 рублей в кармане. И порой как бы так было, что они всю зарплату оставляли на штрафы. Судя по всему, мне нравится правда о том мракобесе, которое они творили совсем недавно. Это совсем недалекие времена какой-то там тяжелой инквизиции, преследований, когда человек, который веровал во Христа, как своего спасителя, подвергался гонениям. Возможно, этим людям сегодня стыдно, они не хотят как бы видеть, чтобы напоминали об этих гонениях. И, конечно, это не есть свобода слова, это признак того, что законодательство о Белоруссии не является достаточно открытым и свободным. Сергей Степанченко, пастор, молодежный руководитель, вот так же с нами. Сергей, ты с детства верующий в семье верующих родителей вырос, или ты пришел ко Христу уже в постперестроечное время? Ну, к сожалению, я не с детства верующий. Но я знаю, что движение церквей, в котором ты руководитель, один из руководителей, это очень много людей, кто прошли те злые годы. То есть, неужели до сих пор, спустя 20 лет, с того момента, когда крестили там, официально праздновали крещение Руси, политики пошли в храмы, неужели спустя 20 лет нельзя показывать фильм о гонениях на христиан? То есть, что это? Это совесть. Мне, 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 я согласен. Это ее терзали, муки, сонные ночи советских лидеров, чиновников, которые сегодня в ролях. Да, бедные, они мучаются, наверное. Но я думаю, что, с одной стороны, мне нравится, что они запретили показ этого фильма. Им стыдно, им стыдно. Еще совесть не до конца потеряна. Очевидно, очевидно, что в этом есть. Они будут потом мучаться по ночам, они будут пить успокоительное. Зачем им это? Лучше снять из... Но один вопрос. Фильм планировался, показ фильма планировался на христианском фестивале. То есть, это что? Христиане делали свои фильмы, просматривают, им говорят, а вот это, христиане, снимайте. И, судя по тексту, снимают. Организаторы фестиваля в Беларуси говорят, не, мы лучше снимем. Вы уж извините, да, как-то так. Ну, потому что фильм свидетельствует против кого? Против тех, отцов или сына, как Христос сказал. Когда вы строите гробницы пророкам, вы свидетельствуете, что вы дети тех, которые побивали пророков. Этот фильм свидетельствует против тех людей, которые, ну, действительно, ни за что гнали церковь, которые притесняли истину. И, возможно, сегодня их не дети, они как бы несут на себе этот отпечаток. И поэтому им стыдно за то, что этот фильм свидетельствует против того режима. Я думаю, даже еще вопрос не совсем в детях. Ведь прошло, в принципе-то, совсем немножко. Еще они сами. Еще они сами сидят. И, может быть, даже еще и в более высоких кабинетах. Потому что, когда развалился Союз, им, допустим, было по 30. Сейчас им по 50 с гаком. То есть, они за эти пару десятков лет залезли и уселись еще повыше. И вдруг на экране на всю страну появится пастор, которого они подписывали там. Аресты, бумаги, унижения, оскорбления, гонения. Вот, ну, все-таки надо искать выход. Но что, мы будем дожидаться, пока они вымрут? И потом показывать фильмы о гонениях на христиан? Я думаю, как бы фильм все равно посмотрят, как бы люди заинтересованы. И порой, как бы давление, гонение, они лишь побуждали просто к дополнительному интересу. Запретный плод сладок, да, как говорит инородная поговорка. Но я думаю, что это просто вызовет дополнительный интерес у христиан Белоруссии. Потому что, в принципе, как бы, судя по всему, как бы еще времена гонения у них недалеко ушли. Раз это еще возможно, как бы, на христианском фестивале не показывать, как бы, тот материал, который является свидетельством историков, исследователей, свидетельством тех людей, которые это пережили. Проблема просто этих людей, и просто приятно то, что, как бы, совесть их мучает. И в то же время запрещая, они, мне кажется, создают лишний просто прецедент для того, чтобы люди этим интересовались. Ну, пропустили бы его, люди посмотрели бы, наверное, не обратили внимания. Представьте картину, да. А сегодня здесь был майор. Ты был, нет, Летеха, Летеха в КГБ. Вот ты сидел, Летеха в КГБ, там, 89-й год, да. Ты подписывал какие-то бумажечки, ты преследовал христиан. Сегодня он забрался уже повыше, он, там, подполковник. Кресло помягче, кабинет побольше, кондиционеры. Жизнь прекрасная. За 20 лет как-то былые раны, они успокоились. И вот он уже подзабыл, что на его совести были тюрьмы, в которые он отправлял христиан. И как-то это ушло в прошлое. Он ездит в Европу на курорты, он посещает храм, наверняка посещает храм. И вдруг объявляются те самые, которых он садил, и что-то начинают вякать там на каких-то кинофестивалях. Нет, они наверняка правы, что спокойно спать надо, надо спокойно спать. 50-60, уже надо заботиться о здоровье, надо спокойно спать. Или каяться. Знаете, в чем еще парадокс? Что солидный государственный аппарат, КГБ, офицеры, орденоносцы, герои просто, мужчины, они отслеживали верующих, и гнали их, и гонялись за бабушками, за проповедниками. Но на самом деле они прохлопали развал страны, которую призваны были защищать. Они гонялись за верующими. Плохо гонялись, верующие понимают, подкопали, развали. Мы просто неуловимые. Я думаю, знаете, что это башки. Это башки, и вот они почувствовали, что когда есть идол, или когда есть башки, когда есть культ поклонения личности, кроме как поклонения Богу, то вот эти культы, вот этот вот башок, вот эти вот структуры белорусские, они чувствуют, что через это они будут ущемлены, через это вот как бы это, это та гордыня, это вот то страшное, что противостоит Богу, и поэтому они вот так поступают. Если бы это были люди, которые, ну, действительно боялись Бога хоть в какой-то степени, если бы это были люди, которые заблуждались искренне, вот тогда мы их гнали, мы каемся, но они не каются. Они не каются. Я думаю, я отбирал эти сюжеты для программы, в этот раз была моя компетенция, и мне очень понравился этот сюжет. Вообще, тут Жюль Верну ездили развернуться 20 лет спустя, Дюма, Дюма, 20 лет спустя, да, и вот мне кажется, это такая драма. Я пытаюсь себе представить этого КГБшника, у меня очень сочная картинка, понимаете. Вот 20 лет прошло, и вдруг он видит, что по-прежнему он в конфликте с теми, с теми, кто призывал имя Господне там. Я хочу просто напомнить, пользуясь возможностью, что один из гонителей христианства, есть другой выход, один из гонителей христианства написал две трети Нового Завета. Его зовут апостол Павел. И наш привет всем сотрудникам КГБ, кто когда-то гнал христиан, у вас еще не все закончено. У нас вот есть прецедент в Донбассе, когда человек, который 25 лет руководил атеистической пропагандой в нашем регионе, там в том числе участвовал и в арестах священников, и в гонениях подписывал, и вот несколько лет назад он в покаянии склонился перед Христом, и сегодня, я так понимаю, по моей информации, активно служит. Да, член Атеистской церкви. Есть еще одна интересная позитивная информация, что мои друзья были просто в гостях в Сумах в одной из церквей. Пастор, который просил домой, начали общаться, и он уже такой пожилой, говорит, я вообще, по-моему, даже, ну, я могу ошибаться, но, по-моему, генерал КГБ. Он говорит, я все время отгнал. Мы не шли пастор Церкви. Да, мы не шли. Я хочу, я отдельно хотел бы с ним познакомиться. В самих Сумах живет. Он говорит, ну, мы как бы гнали, говорит, ну, как бы так, не сильно, три там года, четыре давали, ну, как бы так. Обычно, говорит, вот раньше, говорит, 25 лет давали, как бы. Человек отказался там служить в армии, 25 лет до расстрела. В одной из, как бы, деревень, как бы, живет одна бабушка, ей уже по 80 лет. Она говорит, у нас, говорит, было, я была восьмой в семье, я была семь братьев. И когда началась война, всех призвали, как бы, на фронт, мобилизация, они говорят, мы можем быть санитарами, но мы не возьмем оружие в руки воевать. Такие наши убеждения. И тогда старших приговорили к 15 годам, а младшим, там, четверым дали расстрел. И старшие обратились, говорят, давайте, как бы, просто мы обращаемся к трибуналу с просьбой. Можно, пожалуйста, как бы, чтобы нас расстреляли, как бы, а младше по 15 лет, чтобы они там, хотя бы, как-то там вышли, все семьи увидели. Ну, трибунал посовещался и вынесли, ну, истинно такое, милосердное решение. Их всех расстреляли. Она осталась в живых, вот до сих пор последняя. Вот сестра у тех семерых братьев, которые когда-то тяжко страдали. Но сегодня генералы КГБ уже постарат, то есть какое-то покаяние приходит. 20 лет назад закончился Советский Союз и 20 лет спустя «Запрещенный Христос». Фильм с таким названием по-прежнему запрещен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин